Дамы и господа, приветствую, меня зовут Денис Зайченко и предупреждаю заранее. Мой обзор Asus ROG Flow X13 и док-станции XG Mobile будет разделен на три части. Это эксперимент, довольно для меня необычный, но очень-очень необходимый. Поскольку, во-первых, ноутбук того стоит. Это, наверное, самый революционный игровой ноутбук, что я когда-либо видел в своей жизни. И он интересен и сам по себе, и возможностями. И сама док-станция заслуживает внимания, отдельного материала, отдельного видео. Текста тоже, если что. Все будет в описании, когда появится. Но суть в том, что сейчас я буду говорить только об Asus ROG Flow X13. О базовых вещах, о производительности, периферии, цене и так далее. Ну и остальное будет в мини-альбоме внизу в описании. Также, если будет желание на кринж, я написал о Flow X13 целую поэму на английском языке. Тоже в описании будет ссылка. Ну, вы предупреждены, что там будет. Ну а теперь приступим. Уважаемая компания Asus, от лица всех ваших коллег по ноутбучному рынку, я ответственно, хоть и, разумеется, неофициально, вопрошаю. Во-первых, что это такое? И во-вторых, как с этим конкурировать? И я все понимаю, вы бесспорные лидеры по инновациям в плане производительности. И Asus G14 был лучшим ноутбуком 2020 года. Но это, это уже не шутки. Вы хотите заявление в антимонопольный комитет? Потому что так вы нарываетесь на заявление в антимонопольный комитет. Потому что как с Flow X13 можно было конкурировать? И да, с G14 тоже была похожая ситуация, но там все было более-менее справедливо. Да, это был 14-дюймовый без 5 минут ультрабук на 8-ядерник и с RTX вплоть до 2060. И да, это был Flex, который вышел гипермощным по всем фронтам, особенно учитывая формат. Но он был еще более-менее трезвым по форм-фактору. У него были ограничения, связанные с форм-фактором. Он не был в каждой бочке затычка. В отличие от этого, не верите? Перечисляем. Сенсорный экран. Трансформер. AMD Ryzen 5000 серии от 8-ми ядер. Дискретная видеокарта GTX 1650. Хренов поликарбонатный корпус с самой красивой текстурой, которую я когда-либо видел на ноутбуке. Автономность. Честные 9 часов. Зарядка по Type-C. Полноразмерный USB Type-A. И это все в ноутбуке диагональю 13 дюймов. 13 дюймов. Который стоит как G14 2021 года. Как с этим конкурировать? Lenovo не так давно показала на презентации ноутбуке X1. И ни один из X1 даже рядом с этим не лежал. И ведь там были ультрабуки. Там были сгибающиеся планшеты. Что по форм-фактору, я согласен, на 146% все-таки интереснее, чем даже трансформер с сенсорным экраном. Но, ребят, это ультрабук с клавиатурой, которая, как для 13 дюймов, неприлично хороша. Реально, уровень конкурентов. Но производительность, мать честная. Ryzen 9 на 8 ядер, который производительнее, чем мой предыдущий десктопный AMD Ryzen 5 3600X. Он более производительный, чем десктопный процессор. Вы думаете, я шучу? А я не думаю, что я шучу. Мне не смешно. И тут есть дискретная видюха GTX 1650. Дискретная видюха в трансформере на 13 дюймов. Но, чтобы вы просто понимали, Flow X13 это такой же концепт, такая же проба пера, как в свое время был G14. G14 в свое время вертел, простите, на сосисках с сыром почти любой другой 14-дюймовый ноутбук. И спустя год его улучшили, шасси улучшили, аккумулятор чуть-чуть прокачали, процессор и видюха стали лучше. Тут с Flow X13 такая же ситуация. У меня сэмпл старый. У новых в продаже будет видюха RTX 3050. Великолепная замена GTX 1650. Или даже 3050 Ti. Что еще лучше? Теперь, чего не будет в моем обзоре Asus ROG Flow X13? Не будет углубленных тестов производительности на GTX 1650. Потому что мой сэмпл игрового ноутбука на 13 дюймах оснащается, и я даже не шучу, 60-герцовым 4К-экраном. Вы меня простите, но я отказываюсь воспринимать это решение Asus на игровом ноутбуке диагональю 13 дюймов, иначе, чем приколом инженеров. Это ошибка матрицы. Это худшее, что есть не только в этом ноутбуке, но и во всех ноутбуках Asus, что я видел. И я хотел бы сказать, что вам не стоит переживать, и что в новых сэмплах Asus выгнала ссаными тряпками того бомжа, который был в ответе за установку 4К-матрицы на 13 дюймах при 60-герцовом обновлении экрана, а не, скажем, Full HD-матрицы на 120 Герц. Но я не хочу вам врать. На розетке все модели Flow X13, за исключением одной-единственной, на GTX 1650, оснащены помойными 4К-панелями. Более того, все комплекты Flow X13 с док-станцией тоже оснащены помойными 4К-панелями. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что Asus меня за это может по голове не погладить, но я в бешенстве. Я не собираюсь тестировать игры на 4К-разрешении. Я покажу пару самых явных примеров, но я не буду сливать свое время на тесты матрицы, которые не должно существовать вообще. И если вы так удивляетесь, что это меня приводит в бешенство, представьте себе, пожалуйста, на минуточку, что вам очень-очень нравится. Игровой ноутбук, у которого все идеально, но в который какой-то производитель решил додуматься поставить вместо геймерского Intel Core, допустим, Xeon. В геймерский ноутбук поставить Xeon. Да, Xeon дороже, да, Xeon лучше. Но в играх он хуже будет. Тут точно так же. И я был бы безумно рад протестировать данное железо в Full HD+, на 120 Гц, особенно ту же док-станцию. Но давайте смотреть правде в глаза, теперь такая вот модель мне уже вряд ли попадет в руки. По всем при этом, я стою на своем. Я ответственно заявляю, что я считаю, что в геймерском крошечном ноутбуке приоритет должен быть не на разрешении, а на частоте обновления. Asus допустила разящую ошибку и настаивает на ней прямо гиперактивно. И нашей задачей, моей задачей и вашей тоже будет писать в комментариях о том, чтобы Asus одумалась и перестала поганить серию Flow матрицами, которые не подходят под геймерские ноутбуки. И смешнее всего то, что со мной согласны рядовые покупатели. Все модели Flow X13 на RTX 3050 Ti с Full HD+, скуплены в Zero. И в продаже остались только самые бесполезные модели на 4К панелях. Ну и чтобы вы понимали, насколько сильно меня это зацепило, вы можете просто сравнить любой Flow X13 с любым другим 13-дюймовым ноутбуком. И сами поймете, насколько сильно Flow X13 впереди планеты всей. В общем, грустно. У меня пока все. Остальные видео будут в описании и где-то здесь. Как обычно, ссылочка на Patreon там же. Доллара в месяц будет достаточно. И да, я бы очень не хотел заканчивать это видео на такой вот пессимистичной ноте, потому что Asus ROG Flow X13, или не ROG, Asus Flow X13, короче, это лучший игровой ноутбук, самый прогрессивный, самый современный игровой ноутбук, который я когда-либо видел в своей жизни. Ну вот, эффект 1%. 1% не хватает для того, чтобы я назвал этот ноутбук лучшим ноутбуком, который я когда-либо видел в своей жизни вообще. И вот этого 1% не хватает, и это меня особенно бесит. К счастью, у ноутбука есть еще преимущества, о которых я расскажу уже в следующих материалах. С вас, как обычно, лайк, подписка и колокольчик. YouTube это любит, а нам будет больше поводов делать новые видео. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Я пока не прощаюсь, но говорю пока.